Луи Витон растет не только в цене, но и на бирже. Сегодня за счет акций люксового сегмента европейские рынки подрастают. А Луи Витон и Хеннесси Майо сегодня прибавляют аж 11% сейчас в моменте. Это рынки сейчас. Тут Никит Макаров. Поговорим о конъюнктуре. Коротко после перейдем как раз к европейским рынкам. Поговорим о экономике Европы и, конечно, поговорим об экономике России. Итак, вчера закрыли американские рынки сессию торговую в плюсе. С NP500 широкого рынка индекс добавил 0,5%. NASDAQ высокотехнологический. За счет просадки утащил NASDAQ 100 Intel на своем плохом прогнозе на первый квартал. Больше 10% потеряли и всего лишь 0,1% NASDAQ высокотехнологически добавил. Dow Jones Industrial 0,6%. Вообще говоря, для американского рынка эта неделя и следующая довольно важные. Большинство компаний около 50% из индекса S&P 500 отчитываются. По Tesla много разных слухов и проблем. И, конечно, там котировки падают. Пока, может быть, не обосновано. Но это все впереди. Если говорить про открытие азиатских рынков, то не удалось минерали реализовать, закрепить и продолжить. И только корейский индекс подрос на 0,3%. Шанхай композит на 0,15%. Все остальное в минусе. Nikita 225% в третью теряет. Гонконгский индекс Hanseng проваливается все дальше и глубже. Еще минус проценты 0,6%. Не помогают уже словесные интервенции. Все ждут стимулов. Пока что гонконгский фондовый рынок не отражает благосостояние своих граждан. И надежды на завтра тают. На материковом Китае индекс CSI 300 минус 0,3%. Сейчас на европейских биржах стокс 600 прибавляет. Как раз о том, что мы в самом начале сказали, на росте люксового сегмента почти 0,9%. Немецкий DAX скромно 0,6%. И французский КЭК 42% прибавляет. На российской бирже ММВБ третью процента добавил. ФТС на рубле теряет 0,5%. И сегодня рубль торгуется на отметках 89,55 против доллара. Потери 3,25%. Евро рубль 97,18 тоже теряет 0,7% рубль. Против юаня рубль потерял такую же величину 12,46. И евро доллар на отметке 1,086 торгуется. При этом индекс доллара растет против корзины мировых валют на четверть процента 103,5%. На товарной секции нефть марки Brent прямо сейчас теряет 0,6%. 81,73 доллара. Неплохой рост получился за последние несколько дней. Золото в 2022 доллара за тройскую унцию при росте 0,2. Больше всего страдает и падают котировки газа в Европе. 4% потери сегодня. И из больших колебаний платина процента с четвертью добавляет. Пшеница подешила на процент. Остальное все в рамках дневных флуктуаций. На долговом рынке американские десятилетки дают больше 4% годовых. Биткоин сегодня стоит 40 290 долларов за монету. Добавил процент. Прямо сейчас поговорим про экономику России. К нам присоединяется в прямой эфир Владислав Данилов. Портфельный управляющий управляющий компании. Первая. Владислав, добрый день. Добрый день. Владислав, на этой неделе выходили данные по инфляции. Курица и яйцо капитулировали. Кто из них первый, как всегда, этот вопрос философский скорее. Но, тем не менее, инфляционные ожидания россиян улучшились. Картина по инфляционным ожиданиям. Насколько вообще она важна для принятия решений Центральным банком по ставке? И как вообще изменилась вот здесь диспозиция? Да, разумеется, инфляционные ожидания населения и бизнеса, они очень важны для принятия Центрального банка решения по ставке. Почему? Потому что экономические субъекты, граждане, бизнес, они принимают свои решения относительно потребления, сбережения инвестиций, как раз таки исходя из своих инфляционных ожиданий. Именно поэтому они очень важны. И мы видим, что в январе инфляционные ожидания снизились, да, действительно. Но тут важно ответить несколько факторов, да. Это замедление, оно произошло после такого некоторого перелета месяцем ранее. Второе, мы увидели в декабре, в начале января охлаждение инфляции в так называемых товарах-маркерах. Да, это цены на плоды, овощи, те же самые яйца, бензин. Вот, и, конечно же, относительно стабильный курс рубля, он также способствовал данному снижению инфляционных ожиданий. При этом тут важно отметить, что, тем не менее, инфляционные ожидания, они остаются повышенными, они остаются волатильными. И поэтому Центральному банку хотелось бы, конечно, чтобы они снижались и чтобы они были устойчиво низкими в течение какого-то продолжительного времени, да, чтобы произошло так называемое заякоривание инфляционных ожиданий. Ну вот сейчас опрос, который проводил Инфом, население с 19 по 18 января зафиксировал снижение. Медианная оценка ожидаемой в следующие 12 месяцев инфляции 12,7 против 14,2 в декабре. Оценка наблюдаемой инфляции за последние 12 месяцев 16,3 против 17%. То есть сигнал-то хороший, но недостаточный для того, чтобы ЦБ понижал ставку. Когда вообще можно ждать, что ЦБ понизит ее? Да, разумеется, что это сигнал, конечно, хороший, но не является достаточным. Поскольку, как я сказал ранее, эти инфляционные ожидания, тем не менее, остаются на повышенных уровнях. И помимо этого сохраняются и другие проинфляционные риски. Так что инфляция может начать расти в какой-то момент. Ключевые из этих рисков – это бюджетная политика, а также состояние рынка труда. То есть мы видим, что безработица в России обновляет исторические минимумы. Все это способствует конкуренции за трудовые ресурсы и росту зарплат. То есть на текущий момент в экономике в России остаются существенные проинфляционные факторы. А текущий позитив с точки зрения инфляции и инфляционных ожиданий пока недостаточен для понижения ставки. На этом фоне все более привлекательным становятся длинные ОФЗ. Вчера Минфин, позавчера Минфин разместил выпуск ОФЗ ПД выпуска 26244 с погашением 15 марта 2034 года. То есть это десятилетки, на то, что еще ориентируется рынок зачастую при своих расчетах. На общую сумму 62,7 миллиарда рублей, выручка от аукциона 62,576,576 миллиарда. В средневзвешенная цена 96,96, 96,96 и доходность соответствует 12,11% годовых. Насколько эти доходности привлекательны сейчас? Пришло ли время инвесторам покупать длину? На наш взгляд, конечно, на текущий момент баланс рисков, он тем не менее остается проинфляционным, но снижается относительно того, что было до этого. Поэтому постепенное такое небольшое умеренное добавление долгосрочных облигаций в портфель, оно в принципе целесообразно, оно разумно. Но нужно принимать риски того, что инфляция и ставки подложат быть волатильными, и это скорее для тех инвесторов, кто готов пересидеть в этих облигациях год-два. Если говорить про корпоративный рынок, индекс корпоративных облигаций в Мосбирже за последний месяц подрос больше, чем на 2%. Корпоративные облигации сейчас представляют интерес для частного инвестора? Да, корпоративные облигации в целом интересны, поскольку они предлагают дополнительную кредитную премию к доходностям ОФЗ. Тут важно понимать, что необходимо очень тщательно выбор имитентов. И на наш взгляд желательно избегать имитентов с высокой долговой нагрузкой, с высокой долей долгоподплавающей ставки, поскольку таким имитентам будет довольно-таки тяжело в период повышения ставок. Да, то есть вывод такой, да, корпоративные облигации интересны, но необходим тщательно выбор имитентов, тщательно выбор компаний. То есть MVideo не советуете? Да, не советую. Если говорить про интересное размещение, КамАЗ разместился, буквально чуть меньше недели прошло. Чем интересен и этот имитент, и этот выпуск? Да, смотрите, этот выпуск действительно был очень популярный у инвесторов. Переподписка на его облигации была несколько раз, и в итоге объем размещения был увеличен с 5 млрд до 10 млрд рублей. Чем интересен данный выпуск? Тем, что он предложил довольно-таки интересные условия с точки зрения процентной ставки. В ходе так называемого букпилотинга ставка была существенно понижена, уклонная ставка, да, и в итоге доходность на размещение по данному выпуску составила 15,3% сроком на два года. Такая доходность, она соответствует премии КОФЗ на уровне порядка 2-3% пункта, что выше, чем у компаний аналогов, сопоставимым кредитным качеством. Иными словами, данный выпуск предлагает очень хорошее соотношение риска и доходности, поскольку КамАЗ – это довольно-таки крепкий имитент с точки зрения кредитного качества. Если говорить про предстоящие размещения, кто может быть интересен частным инвесторам? Да, в принципе, на текущий момент в пайплайне размещения не так много эмиссий, да, но одна из тех, которая может заинтересовать инвесторов – это выпуск самолетов. Это один из крупнейших российских девелоперов. Индикативная ставка купона на текущий момент составляет 16%, что транслируется. С учетом ежемесячной выплаты купонов транслируется 18+, доходность и, соответственно, 400+, премия КОФЗ. То есть, в принципе, данный выпуск может быть интересен, но все будет зависеть от того, какой в итоге сложится уровень на букбилдинге. То есть, какая в итоге будет он настал. Если говорить про самолет, действительно, имитент интересный, крепкий, тоже показывает хорошие результаты и хороший отчет за 2023 год, и хорошие планы на 2024 год. В целом, по девелоперам, помимо самолета, есть уже давно выпущенные облигации у ЛСР, у Легенды, тоже с текущей доходностью, эффективной по отношению к текущим ценам около 16%. Вот насколько вообще они могут быть интересны или лучше подождать выпуска самолета? Знаете, да, на наш взгляд, лучше все-таки дождаться выпуска самолета, да. Почему? Потому что самолет все-таки это гораздо более крупный имитент, чем легенда, гораздо более системнозначимый. Вот, он работает в таком сегменте, который меньше пострадал от отмены, точнее, нет отмены, а от пересмотра программ по льготным ипотекам, да. Поэтому его продажи, продажи самолета будут более устойчивы, чем у Легенды. Поэтому, на наш взгляд, конечно, будет подождать и даже дождаться облигации выпуска самолета. Владислав, спасибо большое. Будем ждать выпуска самолета. Безусловно, я думаю, что он найдет своего покупателя, и это действительно интересно будет для некоторых частных инвесторов. Владислав Данилов, портфель направляющий и управляющий компании «Первый» был с нами в прямом эфире. Прямо сейчас поговорим тоже про ключевую ставку, но уже на европейском континенте. А ставку ключевую ЕЦБ оставил без изменений. Это и обсудим с Алексеем Третьяковым, CEO и основателем Ари Капитал. Алексей, добрый день. Добрый день, Никита. Да, на этой неделе ЕЦБ оставил ставку неизменной на уровне 4,5%. При этом совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые будут поддерживаться в течение достаточно длительного периода. Но при этом Лагард не отказывается от своих слов о возможном снижении ставки ЕЦБ летом. Что рынки думают по этому поводу? Будет ЕЦБ понижать ставку и когда? На самом деле, действительно, от январского заседания никто и не ожидал понижения ставки. Учитывая то, что последнее повышение ставки ЕЦБ прошло в сентябре и никаких радикальных изменений не произошло. За последние несколько месяцев это было бы слишком преждевременно. Но за прошедшую неделю после заседания ЕЦБ и после пресс-конференции Кристины Лагард на самом деле ожидания участников рынка стали более радикальными в плане более ранних сроков начала снижения ставки ЕЦБ. И если до заседания вероятность снижения ставки в марте или в апреле оценивалась в 70%, то сейчас она уже выросла до 90%. Блумберг пишет, что рынки закладывают снижение ставки ЕЦБ аж на полпроцента к июню. Это реалистично? Да, действительно, ожидания становятся более агрессивными. Здесь, наверное, трудно сказать в июне или чуть позже будет снижение, но в целом общее количество снижений на этот год увеличилось. И сейчас рынки закладывают либо 5, либо даже 6 снижений по четверти процента. То есть ставка может быть понижена на полтора процента в течение этого года. Нет ли здесь излишнего оптимизма? Потому что последние данные, которые мы увидели по инфляции в Германии, она возобновила рост, да и в ЕЦБ вышли не так уж в рамках тех ожиданий, которые возлагали. На самом деле на рынках был очевидный такой избыточный оптимизм где-то в конце декабря, когда резко очень снизились доходности и американских и европейских облигаций, отражая вот такие вот очень быстрые ожидания по снижению ставок. Сейчас они в целом корректируются и приходят в норму и в соответствии с теми прогнозами снижения инфляции, которые реализовываются и в США, и в Европе. То есть нужно понимать, что прогноз снижения ставки на 1 или 1,5 процента это примерно настолько же, насколько снизится инфляция. А снизится ли она? Я думаю, поэтому в целом, но пока прогнозы замедления инфляции они тоже реализовываются, мы видим последние полгода, как и долларовая и евровая инфляция резко замедляется. Поэтому сейчас то, что ожидается от центральных банков, это не смягчение монетарной политики, а скорее просто ее сохранение на таком текущем уровне. Да, это логично. Они так и будут действовать, потому что им текущая монетарная или неуманетарная парадигма это предписывает. Но при этом индекс делового климата в Германии вновь более явный разворот вниз, он проседает и экономика страдает. Наверное, из проинфляционных факторов стоит назвать геополитический фактор, потому что это и какая-то намечающаяся торговая война с Китаем, и затруднение, по крайней мере, перевозок в Красном море. С дезинфляционными факторами, наверное, стоит назвать снижающуюся цену на газ. Хранилища заполнены, все в порядке, погода мягкая. Но газ-то раньше стоил меньше 200, около 160, сейчас уже 300 считают низкой ценой. Последний плит инфляции это что, просто какой-то ежемесячный заскок, какое-то отклонение, то есть это выброс? Или все-таки мы отправляемся на второй круг инфляционной спирали и будет это дальше инфляция набирать обороты? Вот, наверное, здесь самый главный вопрос. Мне кажется, сейчас идет действительно дезинфляция и главным фактором замедления инфляции служит замедляющийся рост зарплат, как в Европе, так и США. Это обусловлено общими макроэкономическими факторами, жесткой монетарной политикой центральных банков и снижением потребительского спроса. И, как вы правильно сказали, в текущий момент есть, наверное, факторы, которые могут привести к тому, что все-таки инфляция будет чуть выше. Это если какие-то геополитические риски будут срабатывать. Но также инфляция может и более резко замедлиться, если экономика в ведущих странах также не просто замедлится, а начнется рецессия. Да, интересно это все. И, наверное, в заключении пара практических вопросов, вот сегодня рынки европейски оптимистичны. В лидерах люксовый сегмент, Луи Виттон, Хэна Симаева прибавляет 11%. Что вообще с рынками? Понятно, что рынки живут оптимизмом в ожидании снижения ставки. Что дальше? Рынки будут расти? Рынки действительно чувствуют себя достаточно уверенно. Это объясняется динамикой наиболее крупных компаний. То есть есть сектора экономики, которые смогли успешно пережить период жестких ставок. В США это высокотехнологичный сектор. В Европе это сектор люксовых товаров. Поэтому сейчас, коль скоро рынок пережил трудный 2023 год с максимальными ставками, да, инвесторы в акции настроены на то, что снижение ставок центральных банков будет способствовать дальнейшему росту фондовых индексов. Спасибо большое за экспертизу. С нами на прямой связи был Алексей Третьяков, CEO-основатель АлиКапитал. Рынки действительно европейские подрастают. Евро-доллар тоже немножко укрепляется, буквально на 0,15%. За последнее время несколько откатил от своих максимумов евро пару процентов. Но, возможно, вернется к своим высотам. Будьте в рынке вместе с РБК, это рынки.